Всем привет, зовут Богдан, видео специальная форма ChipMaker, и сегодня я вам покажу вот такую работу. А приспособа наша для шлифовки блока, не ставя на станок, будет назовена с проверочной плиты. Что это означает? У нас есть такая плита, она у нас шлифована, мы на нее ставим наждачку, с боку ставим двое планочки, которые будут наждачку прижимать, и на ней будем легенько шлифовать блок. Шлифовать блок мы будем только в том случае, когда блок равный, когда на нем нет перекосов. Мы нею просто легенько поправим, чтобы посмотреть, что у нас здесь есть какие-то мятинки забояне, где может пробить нас прокладку. КОНЕЦ КОНЕЦ блок цилиндр від реномастер объемом 3 л teen. Ну и в нём загрызло один цилиндр. Цилиндр загрызло из-за того, что не было масла. Ну и два варианта. Потребно спочатку попробовать прийти с хоною, поновить цилиндр, возможно прийдуть задиры, або сразу гильзувати. Ну значит попробовал я хоною, збільшив длиаметр цилиндра на 2 сотки, задиры пришли, и поновил хон. Ну и потом по всех остальных цилиндрах. Когда я это всё сделал, у меня цей цилиндр стал на 2 сотки больше от остальных. Когда я взял поршень, промировал який у нас будет зазор между поршенью и цилиндром, зазор у нас вийшов по цьому цилиндру 11 соток. Допуск 12 соток при ремонте. Ну если по цьому 11, то по цих цилиндрах по 9 соток. В принципе так можем залишить. Когда мы идем дальше, и делимся мы на плоскость нашего блока. Ставим лекальную линейку, берем щуп 2 сотки, и делимся, че он заходит. Щуп 2 сотки не проходить. И промеряем это всё во всех плоскостях. Промеряем. Промеряем. Подивилися, что блок у нас хороший. Берем меньшую линейку. И промеряем эти плоскости. Щуп 2 сотки не проходить. Значит у нас всё добре. И блок шлифовать не нужно. Но бывает так, что здесь какая-то вибойка. И мы её просто не увидим. Когда щуп мы вставляем. Ну тут какая-то вибойка может быть. Мы вставляем щуп. Щуп на широкий. И мы её просто не увидим. Когда мы поставим блок. Поставим новую прокладку. Волоку она шлифована. Потому что она после ремонта. И у нас тогда будет проблема. Автомобиль может ездить. Может 10 тысяч. Может 20. В кого-як. И снова пробить прокладку. Через это мы для этого сделаем специальный приспособ. В которой можно будет тернуть по плоскости блока. И посмотреть, что у нас всё добре. Можно его кинути, звичайно, на шлифовку. Но проблема в том, что мы не знаем, Чи шлифовали этот блок. Чи не шлифовали. Мы не знаем, какая его высота должна быть. Бо этих данных в мануале просто нет. А когда мы просто тупо шлифуем блок. Ну допустим на десятку. Мы там вставим. Там у нас будет какой-то маленький перекос. И мы снимем с него там 0-1. Начисто. Чтобы не было нигде чорных цяток. И тогда, когда моторист берет мотор, Поршни будут касаться головки. То, когда мы шлифуем блок на десятку. Потребно будет распределять все поршни. Взять их в специальную оправку. Зажать токарный патрон. Виставить их. И проточить. На эту самую десятку. Для которую мы шлифуем блок. Чтобы этого не делать. Так как у нас блок ровный. Мы возьмем нашу специальную приспособу. У нас сделано очень просто. И нею мы пройдемся. И поднимемся, что у нас нигде немало таких выбоинок. Тебе мы берем цуклето. И без собственен вес, она тут лежит. И мы начинаем на ней рисовать восьмерку. И в обратную сторону. Ну и так с обновлением десять раз. Снимаем нашу плиту. И делимся, что у нас получилось. И теперь мы смотрим, что у нас по плоскости все блестит. В этих местах, где лягает прокладка, полностью есть отпечаток блеска. Вот эти черные полосы, где тут идут, мы их не затираем до блеска. Цего делать не нужно. Мы просто поделились, что у нас нигде тут немало ніяких провалів. Бо у нас блок был черноватый. На нем были такие черные цятки. И мы не могли бы побачить точно, что у нас клее прокладка. Чи тут десь у нас такая яма, где может пробить прокладку. Мы легенько пройшлись. Бачим кругом блеск. Значит все добре. Теперь повторю для диванных профессионалов, которые сейчас будут меня комментировать. Таким способом мы не шлифуем блок. Мы просто тернули, чтобы посмотреть, что у нас действительно плоскость, или нет. Бо тут, когда идут черные цятки, по них не видно, что прокладка тут хорошо крила, или плохо, или где-то пропускала. Если мы тернули 10 раз, и мы видим, что тут у нас черные цятки остались, блок идет на шлифовку. Просто этот блок ровный, и кинуть его тупо на шлифовку, чтобы его шлифанули, так как тут стоит металлическая прокладка. Просто нема сенсу. Мы так тернули 10 раз, побачили, что у нас блок ровный, и забулися, чтобы мы до этого блока не вертались, чтобы у клиента не было с этим блоком проблем. А вот эти черные полосочки, которые остались, хай остались. Тут прокладка не криет, тут она просто прилягает. А криет прокладка, а тут где-то такая канавочка в прокладке. В принципе, на этом работа закинчилась. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!